Всем доброе утро, это Елизавета Курочкина. А это Антон Моцкус. Елизавета, подождите, какая достопримечательность вас поразила? Ну, я сейчас думала, когда вы обсуждали, из мест, где я была за границей, наверное, пирамиды в Египте все-таки. Но это не совсем достопримечательность, это прям такая древность. Говорят, они сейчас в не очень хорошем состоянии, туристы портят, мусорят рядом. Нет, там все чисто, но единственный минус, там, конечно, страшная жара, хочется поскорее в автобус с кондиционером, поэтому там мы пробыли, наверное, минут 10, то есть вот прям вот залезть я мечтала, конечно, но это нереально просто, она очень высокая. Египетские пирамиды, хорошо, от них и переходим к повестке сегодняшнего дня. О тех событиях, которые случились накануне и сегодня ночью, прямо сейчас. Владимир Зеленский и Петр Порошенко все-таки договорились о дебатах. Они пройдут в пятницу на стадионе Олимпийский. Но кто в итоге будет в них участвовать? МВД планирует закупить почти 900 дистанционных электрошокеров. Общая стоимость 9,3 миллиона рублей. Максимальная дальность действия такого электрошокера – 4,5 метра. Российский прокатчик американского фильма «Хеллбой» заменил имя Иосифа Сталина на Адольфа Гитлера. Премьера фильма состоялась на прошлой неделе. Многие заметили подмену. Зачем это сделал кинопрокатчик? Всем еще раз доброе утро. Теперь об этих событиях более подробно. Дебаты все-таки будут. Командой кандидатов президента Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко подписали соглашение о проведении дебатов в эту пятницу на стадионе Олимпийский в Киеве. Об этом сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, подписанный документ предусматривает аренду стадиона на вечер 19 апреля. По словам представителя Порошенко, стороны продолжат переговоры о вопросах безопасности и регламенте дебатов. Медведев утверждает, что президент Украины настаивает на содержательной дискуссии, а его оппонент на дебатах в формате шоу. Точное время, когда начнутся дебаты, пока неизвестно. Порошенко просит перенести встречу на 7 вечера, на которых настаивает Зеленский. На 4 часа, чтобы успеть устроить еще... С 7 вечера на 4 часа, чтобы успеть устроить еще одни дебаты в телестудии общественного телевидения. А по данным РИА Новости, Зеленский вообще не намерен участвовать в дебатах. Вместо него, дискутировать с Порошенко, будет советник кандидата Александр Данилюк. Но если все-таки встретятся два кандидата, это будут самые смотрибельные дебаты в истории. Пожалуй, одни из самых. Ну да, это действительно сейчас самая обсуждаемая, наверное, новость. Обсуждаем мы в России, наверное, так же активно, как это делают жители Украины. Ну, посмотрим, что будет в пятницу. Обязательно про это расскажем. Пока к другим темам. Министерство иностранных дел России намерено закупить почти 900 дистанционных электрошокеров. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Общая стоимость электрошокеров около 9,5 миллионов рублей. Рассчитано устройство на 3000 включений, а его максимальная дальность действия 4,5 метра. Эти электрошокеры можно использовать как дубинки. Также в устройство можно установить сигнальный картридж, который издает громкий оглушительный звук и сопровождается ослепляющей вспышкой света. Добавлю, в апреле МВД уже размещало тендер на закупку больше 5000 электрошокеров на общую сумму почти 50 миллионов рублей. В полиции говорят, шокеры это эффективная альтернатива огнестрельному оружию, и пользоваться ими, уверяют, будут только в крайних случаях. Теперь к новостям кино. Российский прокатчик американского фильма «Хеллбой» запикал при переводе упоминание имени Иосифа Сталина, а в субтитрах заменил его на имя лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Премьера ленты состоялась на прошлой неделе. В оригинальной версии «Хеллбоя» дух советского вождя пыталась вызвать с того света Баба-Яга, персонаж множества русских сказок. Зачем ей понадобилось вызывать дух Гитлера из российской версии фильма, неясно. Подмену заметили несколько СМИ, наверняка и зрители. Издание T-Journal обратилось за комментариями к компании, отвечающей за прокат «Хеллбоя» в России, но ответа пока не получила. Мы напомним, в январе 2018 года Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у комедии «Смерть Сталина». После закрытого просмотра Общественный совет ведомства постановил, что экранизация одноименного французского комикса не несет исторической ценности, и в нем оскверняется советская символика. Еще одна новость. В Москве по пути на церемонию вручения премии «Золотая маска» задержали участницу Пусси. Веронику Никульшину передает «Медиазона», ссылаясь на заявление участника панк-группы Петра Верзилова. Он рассказал изданию, что кроме Никульшиной полицейские задержали еще руководителей театр «На вынос» Алексея Ершова и Максима Корнаухова. Спектакль этого театра, называется он «Поэт-3», был номинирован на премию «Золотая маска» в категории «Экспериментальный театр». Никульшина исполняет одну из ролей в этой постановке, поэтому все трое направлялись в Большой театр на церемонию вручения премии, а в итоге попали в отдел полиции. Почему их задержали, пока непонятно, никаких комментариев от правоохранителей нет. Я напомню, Никульшина одна из участниц акции «Пусси райот. Милиционер вступает в игру», проведенной в Лужниках во время финала Чемпионата мира по футболу. Тогда четыре человека выбежали на поле стадиона в полицейской форме. Ну что ж, эти новости, эти события, новости произошли накануне этой ночью. Прямо сейчас я коротко расскажу о погоде на сегодня. В Красноярске днем синоптики прогнозируют плюс 10 градусов, к вечеру незначительно похолодает до плюс 8. Будет дуть переменный ветер со скоростью от 2 до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Курс валют на сегодня. Курс доллара составляет 64 рубля 24 копейки. Курс евро 72 и 65. Прямо сейчас мы коротко проанонсируем события этого дня. Сегодня ожидаем. В Кремлевском дворце сегодня праздничный концерт в честь юбилея Аллы Пугачевой. Почему эту новость активно обсуждают и что ждет зрителей? Сегодня в технопарке «Лабиринт безопасности» на партизаны-железняка 19Г откроется необычная выставка. Выставка огнетушителей. Автор – известный художник Василий Слонов. Акция «100 баллов до победы». Выпускники красноярских школ, набравшие высший балл по ЕГЭ, встретятся со школьниками и расскажут, как этот высший балл получить. Хард Ньюс. Утром на ТВК. Всем доброе утро. Вы смотрите Хард Ньюс. Первые новости в Красноярске и с самым обсуждаемым событием к этой минуте. Президент Франции Эммануэль Макрон считает возможным провести реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери за пять лет. Об этом он заявил в обращении к нации. Цитата «Мы восстановим Нотр-Дам еще более прекрасным. Я хочу, чтобы реконструкция была завершена за пять лет. Мы можем это сделать». Конец цитаты. Ранее сообщалось, что реконструкция Нотр-Дам может занять 15-20 лет. Напомню, собор Парижской Богоматери сильно пострадал в результате пожара 15 апреля. Крыша и шпиль собора обрушились, сохранились стены и башни здания, а также находившиеся в храме христианские реликвии и часть интерьеров. Специалистам предстоит оценить ущерб от пожаров в ближайшие дни. Я добавлю, что на реконструкцию собора миллиардеру уже пожертвовали больше 700 миллионов евро. И сбор продолжается, в том числе объявили его и в Министерстве культуры России. К другим темам Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии» в Гуголь-центре. «Спасибо большое. В номинации столько достойных режиссеров. У нас много хороших режиссеров в стране. Я надеюсь, вы мне дали награду, потому что вам действительно понравился спектакль», — сказал Серебренников, получая награду. Также он додостоился «Золотой маски» за постановку «Нуреев», который был признан лучшим балетом. Напомню, 8 апреля Мосгорсуд отменил домашний арест Серебренникова по делу седьмой студии. Меры пресечения изменили на подписку о невыезде. Режиссер находился под домашним арестом с августа 2017 года. Теперь к самым интересным новостям, новостям спорта. Во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов Туринский Ювентус уступил дома Амстердамскому Аяксу со счетом 1-2 и вылетел из турнира. Единственный гол за Ювентус забил Криштиану Роналду. Напомню, он выиграл три предыдущие Лиги чемпионов в составе Мадридского Реала. Летом 2018-го он перешел в Ювентус. В 1-8 финала нынешнего розыгрыша Аякс выбил из турнира Реал. Амстердамская команда вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 97-го года. Ее соперником станет победитель пары Манчестер-Сити Тоттенхэм, которые играют сегодня вечером. Будем продолжать следить за новостями. Прямо сейчас еще раз коротко о погоде на сегодня, на 17 апреля. Итак, днем в Красноярске синоптики обещают довольно хорошую погоду. Плюс 10 градусов без осадков, вечером плюс 8. Будет дуть не сильный переменный ветер со скоростью от 2 метров в секунду и ясно. Курс валют на сегодня, курс доллара составляет 64 рубля 24 копейки. Курс евро 72 рубля 65 копеек. Прямо сейчас снова короткий анонс сегодняшних событий. Сегодня ожидаем. В Кремлевском дворце сегодня праздничный концерт в честь юбилея Аллы Пугачевой. Что ждет зрителей? Сегодня в технопарке лабиринт безопасности на партизаны Железняка 19Г откроется необычная выставка огнетушителей. Автор, известный художник Василий Слонов. И акция 100 баллов до победы. Все выпускники красноярских школ, набравшие высший балл по ЕГЭ, встретятся со школьниками и расскажут, как они это сделали. Вы смотрите Хард Ньюс. Это первые утренние новости. В Красноярске мы уже рассказали, что произошло этой ночью. А теперь к повестке сегодняшнего дня. Антон начнет. Лиза, специально для тебя первая новость, о которой мы хотим рассказать. Мы уже, во-первых, да, рассказали о том, что происходило до этого. И вот сегодня в Кремлевском дворце пройдет концерт в честь юбилея Аллы Пугачевой. Напомню, 15 апреля ей исполнилось 70 лет. Почему-то отмечают свой день рождения. Она будет не в пятницу, а сегодня, в среду. СМИ пишут, что на концерте Примадонна исполнит все свои главные хиты и представит публике новые песни. Большую часть билетов на юбилейное выступление Пугачевой забрали перекупщики и продают их с крупными наценками. Тем не менее, спрос на них все равно большой. Поздравлять юбиляршу начали еще на выходных. Все эфиры на федеральных каналах были посвящены именно Пугачевой. Ток-шоу с певицей, архивные кадры ее выступлений, даже часовой фильм о ней. Карьера Пугачевой началась в 65-м году. В 75-м взяла Золотого Орфея с песней «Орликина». А когда в интервью Алла Борисовна призналась, что ее голосом поет Надя из «Иронии судьбы», многие были просто в восторге от того, как может петь Пугачева. За этот артистизм и харизму и сильный голос с легкой хрипотцой страна и полюбила Пугачеву. А ее самые популярные песни требуют сейчас на каждом концерте. Ну, объясню, почему мы вообще решили взять эту новость в эфир. На самом деле, день рождения у нее был, получается, позавчера. Но, тем не менее, за неделю до самого юбилея уже во всех соцсетях, на всех телеканалах показывали какие-то шоу, отрывки песен, что действительно это людей волнует. И мы в новостях ТВК тоже в понедельник делали материал, архивные кадры, как она приезжала в Красноярск. Можете на нашем сайте tvk6.ru посмотреть. Сколько билеты стоят? Почему? Я точно не знаю, сколько они стоят, но мне что-то подсказывает, что они могут стоить дороже, чем на металлику, которая в Москве в июле уступает. Я тебе могу сказать, что они стоят дороже, чем гостинка в Красноярске. Ну, вот, скорее всего, так и есть. Тем более, если забрали перекупщики, то наверняка еще больше накрут. Это ближе к людям сравнение, понимаешь? Билеты на металлику. Не все их в жизни покупали. Мы продолжаем рассказывать о сегодняшних новостях. Итак, в технопарке «Лабиринт безопасности» на партизана-железняка 19Г сегодня откроется необычная выставка. Выставка огнетушителей. Автор, известный художник Василий Слонов рассказывает, идея родилась после пожара в музее в Рио-де-Жанейро в сентябре прошлого года, когда сгорели миллионы экспонатов. Главная мысль по замыслу художника и организаторов выставки – взять за основу не сами пожары, а их тушение, и отобразить историю искусства на 20 огнетушителях – от наскальной и средневековой живописи до современного искусства. Выставку можно посетить сегодня, вход бесплатный для всех. Теперь новость для будущих студентов. Сегодня в Институте искусств в час дня состоится встреча высокобальников с выпускниками красноярских школ. Рассказываем, что это значит. В Министерстве образования говорят, что в этом году многие выпускники нацелены на поступление в театральные вузы. Поэтому для них особенно важно понять, к чему быть готовыми и как настроить себя на успешную сдачу ЕГЭ. Опытом успешной сдачи госэкзаменов с ребятами поделятся нынешние успешные студенты Красноярского института искусств. Многие из них сдали русские литературы на 100 баллов. Главная же идея этой акции – помочь снять лишнее напряжение у школьников, связанное с подготовкой к ЕГЭ, и настроить ребят на успех. Еще одна новость, кстати, тоже об образовании. Сегодня стартует так называемая неделя финансовой грамотности для школьников. Уроки будут проводить представители Министерства финансов в крае, Министерство образования, Агентство труда и занятости населения и другие ведомства. В рамках акции запланированы десятки мероприятий для школьников, учащихся средних, специальных и высших учебных заведений. В их числе уроки финансовой грамотности и классные часы, лекции, деловые игры, квизы и брейн-ринги. Ребята узнают о том, из чего формируется семейный бюджет, как правильно совершать покупки, как избежать обмана на рынке финансовых услуг, почему нужно платить налоги и как определить подлинность российских банкнот. Полное расписание уроков смотрите на сайте краевого правительства. Обязательно посмотрим. Спасибо, Лиза. И прямо сейчас о тех новостях, которые произошли накануне, вновь напомним вам всем. Владимир Зеленский и Петр Порошенко все-таки договорились о дебатах. Они пройдут в пятницу на стадионе Олимпийский. Но кто в итоге будет в них участвовать? Министерство внутренних дел планирует закупить почти 900 дистанционных электрошокеров. Это прекрасная новость. Российский прокачик американского фильма «Хеллбой» заменил имя Иосифа Сталина на Адольфа Гитлера. Премьера фильма состоялась на прошлой неделе. Многие заметили подмену. Зачем это сделал кинопрокачик? Ну что ж, вот наш первый блок утренних новостей в программе «Новое утро», да и вообще в Красноярске завершен Антон Моцкус. Елизавета Курочкина. Мы будем встречаться с вами еще в маленьких новостных выпусках в течение нашей программы. Ну, не таких, вот таких. Каждые полчаса следите за новостями. И прямо сейчас возвращаемся в студию программы «Новое утро». Харт-Ньюс. Утром на ТВК. Харт-Ньюс. Утром на ТВ. Харт-Ньюс. Утром на ТВ.